Тема озвученная мы начинаем. Я представляю с удовольствием гостей нашей студии. Это исполнительный директор Федерации волейбола Удмуртия Александр Тобылов, директор женской команды «Италмаз» и «ЖГТУ» Иван Промышленников, фестивающий игрок мужской команды «ЖГТУ Динамо» Евгений Беляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, какая задача перед мужской командой в начале сезона была поставлена и удалось ли ее реализовать? Ну, начну с конечного. Реализовать не удалось, но дело в том, что мы сразу завысили планку для команды и поставили задачу в выход в финальную часть соревнований. Дело в том, что мы, честно говоря, не знали, какие соперники у нас будут на начало чемпионата. И в связи с тем, что ряд команд стелись чемпионата, а кто-то заявился вновь. Мы, честно говоря, не знали уровень именно лиги в этом сезоне. Поэтому ставили задачу команде, конечно, завышенную, и мы с ней не справились, хотя могли по ходу чемпионата все-таки сделать третье место. Но надо признать, что, конечно, уровень лиги вырос, вырос. И вот те три команды, которые были выше нас уровнем, конечно, находятся на немножко другом организационном уровне. И тренировочного процесса, и медикаментозного, и по заработным платам. Евгений, ну а как вы оцените этот сезон? Что получилось, что не получилось? Ну, так как уже Александр Витальевич сказал, что задача была не выполнена. Строго вы к себе все равно относитесь, конечно. Я поставлю примерно 3,5 балла из 5. Плюсы все-таки? Плюсы, как говорится, стабильный признак мастерства. Как и были в прошлом году седьмые, так и остались седьмые. Как и в прошлом году, не хватило пары очков, чтобы выйти в финальную часть. Но будем работать. Иван, команда «Италмаз» и «ЖГТУ» в высшей лиге «Б» дебютировала. И 10-е итоговое место, я тоже думаю, все-таки это неплохой результат. Или вы со мной не согласитесь? Ну, на первый год участие в высшей лиге «Б» – это результат, я бы сказал, очень даже хороший. Потому что мы вообще не знали, какие команды, какого уровня. Вообще, потому что мы первый раз участвуем спустя 14 лет после тишины в высшей лиге «Б». Но у нас получилось так, что мы все домашние туры выиграли, кроме одной. Проиграли только Волгодонску лидеру, которые заняли третье место по высшей лиге «Б» и планируют переход, играть в высшей лиге «А». И в финальной стадии, в которой мы играли за 7-12, мы 5 игр из 10 выиграли. Ну, в принципе, результат неплохой для первого сезона. Потому что все учатся. Тренерский состав у меня учится. Я, как директор клуба, учусь. Набираются все опыта. Все набираем все опыта. И игроки в том числе. Потому что на таком уровне игроки не играли только единственная у нас Настя Комарова. Ей отдельное спасибо. Она отыграла все игры. Единственная, кто сыграла у нас без замены. Вот так как у нас составом играем в основном нашими выпускницами. И две девочки у нас только на усилении были. Суфимочки в аренду брали. Ну вот вы уже похвалили игроков. А вот, Александр, вы игроков мужской команды тоже похвалите. Кого все-таки можно выделить по итогам сезона? И, конечно, как сыграло наше молодое поколение, которое является воспитанниками наших спортивных школ все-таки? Ну, смотрите, наверное, наша команда, конечно, одна, вот как и женская в том числе, ориентирована на местных воспитанников детских спортивных школ. И, в принципе, наверное, 98% команды так и комплектуются. Если уже какой-то сильный такой пожар на позицию такую, что невозможно найти игрока нашего, мы, конечно, приглашаем людей со стороны. Но это скорее исключение, чем норма. Нынче команда у нас делилась таким образом. Значит, у нас были наши прославленные ветераны. И молодежь, которая училась именно от наших ветеранов. Поэтому ветераны у нас нынче сезон отыграли очень здорово. Причем они смогли играть не только на домашних турах, но еще и смогли выезжать на выезды. Хотя у нас нынче была принята система туровая. То есть мы уезжали целой командой на целую неделю. Находились в расположении какого-нибудь врага, где мы там старались обыгрывать всех. И приезжали домой. То есть ребятам, которые работают на другой работе, конечно, приходилось тяжело отпрашиваться с работы. Но находили контакты. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, сложно выделить кого-то. Играла все-таки команда. Из ветеранов и из молодежи. Но нынче мне команда понравилась больше, например, чем в прошлом году. Почему? Потому что команда билась. Команда билась. И этот вот сплав, когда ветераны помогают молодежи, а молодежь лезет и вымещает ветеранов, она очень здорово сказалась на команде, конечно. И еще что самое важное по итогам вот этого сезона, что мы всю нашу команду, в принципе, сохранили на следующий сезон. Какие игры, Евгений, вы все-таки можете выделить? Чем они вам запомнились больше всего? Вот из этого сезона? Ну, больше всего мне игра понравилась в Тюмени. Когда мы как раз-таки играли с Тюменью, выиграли 3-1. Все знают, что Тюмень команда более финансирована. Играют игроки высшей лиги А. Были пару человек. Вот. И тогда мы их, так сказать, взяли тепленькими. Дома у них. И были очень этому рады. Как взаимоотношения в команде складываются? Отлично. Нравится, что ветераны помогают молодым. А молодые хорошо контактируют. Как бы не на «вы» обращаются с уважением, конечно. Но и опыт тоже надо перенимать. Иван, такие же взаимоотношения в женской команде? У нас, да, в женской команде. То есть самая возрастная, это, я как говорила, уже Настя, мастер спорта. Она где-то помогает даже тренерам работать со связками. А не хотите с последствием немножко к тренерской работе ее подключить? Вот не было такого мысли? Ну, мыслих-то есть. Все же зависит от Насти самой, как она примет дальнейшее решение. Но мы надеемся, что она еще годик-два поиграет с нами. Насколько позволит ей здоровье. А так вот воспитанники местные наши уже, которые подрастают поколение. У нас работа сейчас, сложился очень хороший состав детских тренеров. То есть это, в первую очередь, заслуженный тренер России Галина Васильевна Удалова. Значит, у нас Бекмансуров Фарид, Гобова Наталья. Сейчас к нам присоединилась Маршанская Анна Николаевна. Занимается. Вот мы буквально на днях провели общее собрание с женским отделением. Мы поставили задачи детским тренерам, чтобы они готовили резерв именно под команду. Было дано задание, то, какие школы будут обходить, набирать детей уже. И вследствие того, чтобы уже потом нам выращивать подрастающее поколение, смену в команду. А также еще вот у нас планируется через год еще четверо молодых специалистов, готовых тренировать. Смотрите-ка, какие они богаты на молодых специалистов. Ну, понимаете, создавать же всегда сложно. И мы, в принципе, планируем создать полностью, чтобы клуб у нас вершина, чтобы уже дети стремились попасть в этот клуб, а не уезжали в другие регионы, в другие команды. И задача сейчас стоит перед нами, перед Федерацией о том, чтобы создать эти условия, чтобы дети наши, воспитанники, оставались именно у нас здесь в команду, попадали в команду, и чтобы команда играла в высшей лиге Б, в скором будущем, возможно, в высшую лигу А. Но это все будет зависеть, естественно, от ряда причин, которые будут возникать в ходе этого подготовки. Как вам такая политика? Я считаю, что политика это правильно, и причем сейчас многие клубы, суперлиги Всероссийской Федерации волейбола именно ведет такую политику, чтобы выращивали свою молодежь. И я, как директор клуба, наверное, Иван Васильевич в том числе, сталкиваемся с легионерами, когда, конечно, люди приезжают, ну, не знаю, просто зарабатывать деньги, и ими тяжело руководить. Когда у тебя команда вся, начиная со второго класса, выросла на твоих глазах и прошла через твои руки, конечно, правильно сказал Иван Васильевич, их нужно выращивать, их нужно выращивать. Тогда они свои, домашние, с ними можно работать. Ты знаешь, что они никуда не денутся, никуда не уедут, и будут также с тобой работать, пока хватает здоровья. Поэтому вы тоже так же будете работать в этом направлении именно уже с мужского волейбола? Да, да, конечно. Тем более сейчас вот Федерация, конечно, создала настолько тепличные условия, скажем. Построен спортивный зал, открыт стадион пляжных видов спорта, наращивается именно тренерский штаб сейчас. Думаю, что управление по спорту выделит нам дополнительные ставки для того, чтобы молодые тренера приходили, приходили, работали, потому что условия для работы действительно созданы. Но все-таки я считаю, что нам есть куда расти, потому что если оглянуться на соседние регионы, нам с вами, конечно, там волейбол развит на порядок выше. Поэтому есть у нас куда и стремиться, и молодежи, и нашей команде в том числе. Скажите, вот решающий этап среди мужских команд прошел именно в Ижевске. Я думаю, это был колоссальный опыт и для спортсменов, и для вас ведь как для организаторов. Я думаю, что мы достойно справились и с организацией проведения, и в том числе команда. Несмотря на то, что из всех семи игр мы проигрывали всегда первую партию, но все-таки пускай 3-2, 3-1 мы всегда выигрывали своих соперников. И еще что интересно, конечно, на домашнем туре, тут можно попробовать молодежь. Тут можно попробовать молодежь, потому что вот у тебя на скамейке может сидеть, на площадке скамейки может сидеть уже 14 человек, а не как в целях экономии на выезд, ты берешь, например, 10 человек. И вот эти 4 человека, например, на домашнем туре колоссальный опыт получил у нас наш новобранец, Матвеев Александр, которого мы планируем в следующий год уже ввести в команду. Ведь правильно говорят, сразу в бой не отправишь, надо постепенно, пошагово, пошагово решать задачи, чтобы для человека вот эти соревнования были как его работу, чтобы он выходил и не думал о том, смотрит на него, как ему сыграть, ошибется он, не ошибется, а просто качественно выполнял свою работу. Поэтому, конечно, для молодежи это был колоссальный опыт, пусть пока со скамейки запасных, но он был. А для стариков, наших ветеранов, значит, это было хорошее по спорю, в том плане, что никуда не надо выезжать, а здесь спокойно можно было сыграть последний домашний тур. Кстати, достижения вашей команды – это все-таки болельщик. Много было зрителей на играх. Что своим фанатам можете сказать? И как они вас поддерживали? Хочу поблагодарить болельщиков, всех, кто смотрел трансляции, кто приходил болеть в зал. Конечно, места не хватало, будем работать над этим, будем ставить скамейки везде. И хотелось бы, чтобы еще более яростно поддерживали нас. Необходимо этой команде. Поддерживали и Толмаз Ижготову тоже. Сама была свидетелем того, что просто болельщики стояли вдоль стен. Это тоже подспорье какое. Да, ну, это очень приятно, когда приходит столько много болельщиков, тем более они заждались женского волейбола, именно профессионального женского волейбола, так как у нас его не было. Когда даже играла у нас команда «Темп» и «Аксион» в спортивном зале, «Аксион», там всегда были трибуны полные. А у нас они, в принципе, всегда были переполнены, и негде было сидеть на данных играх. Особенно сильно поддержка ощущалась, когда мы обыграли команду «Волгодонск» к лидерам. Ну, там просто пять партий мы играли, выиграли их 3-2. Это был, конечно, накал, напряжение. Всем очень понравилось там, всем зрителям. Просто спасибо нашим болельщикам. Очень большое. Задача на сезон следующий, коротко. Коротко на следующий сезон, но мы сохранили, в принципе, костяк команды, и хотим побороться за шестерку. За выход. За эту шестерку чемпионата высшей лиги «Б». Ваша задача мужской команды? В принципе, то же самое. Я уже говорил, что костяк команды мы сохранили. Сейчас нужно посмотреть, когда выйдет положение о чемпионате, хотя бы проект, какие команды у нас будут играть. Ну, и после этого уже будем ставить задачи команде. В межсезонье чем заниматься будете? Уже потихоньку перебираемся на пляж, держим себя в форме, а летом уже в конце июля будем подготавливаться к следующему сезону. Ну и тоже планку какую перед собой ставите? Выйти в финальную часть. Ну что ж... Клуб поставил планку Жени стать первым связующим. Ну что ж, остается только пожелать удачи. Наша программа, к сожалению, уже стекла. Я прощаюсь. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова